Каждый год МЧС предупреждает, жечь сухую траву опасно, и тем не менее, такие случаи фиксируют ежедневно, при том десятки раз. И даже после ликвидации крупных неконтролируемых возгораний, находятся люди, поджигающие траву повторно. Иногда на один и тот же адрес приходится отправлять пожарный расчет несколько раз за сутки. Так случилось и в Ковылкинском районе. Не успели огнеборцы потушить пламя, как к вечеру снова пришлось ехать по знакомому адресу. Село Кочелаево, улица Полевая. Несмотря на масштаб пала, с огнем справились за 10 минут. Всего сотрудники 17-й пожарно-спасательной части только в апреле выезжали на такие вызовы более 70 раз. В общем счете, выгорело 30 гектаров травы. 11 раз пламя переходило на дома. Так что лучше до беды не доводить. Огню нет разницы, что уничтожать. Сухую траву, дома или даже людей. Нередко пал травы приводит к серьезным травмам. Страдают в том числе и сами поджигатели. 11 апреля 2023 года в 15 часов 59 минут в пожароспасательную службу Октябрьского района от очевидцев поступило сообщение о пожаре. Хозяйка дома решила убрать придомовую территорию от сухой растительности и сжечь ее. Через некоторое время огонь вышел из-под контроля. Женщина пыталась самостоятельно потушить в сгорании, но не смогла. Когда на место прибыли пожароспасательные подразделения, хозяйку дома уже госпитализировали с ожогами 85% тела. В результате пожара поврежден забор на площади 1 квадратный метр. Уничтожена трава на площади 500 квадратных метров. Причина происшествия – неосторожное обращение с огнем при сжигании травы. На территории Мордовии уже начался особый пожароопасный период. В ряде районов введен противопожарный режим. Запрещено разводить открытые костры, сжигать мусор и траву. При этом в зоне особого риска находятся Ковылкинский, Розаевский, Чамзинский, Лямберский, Рамадановские районы и Саранск. Сотрудники МЧС напоминают – за нарушение режима предусмотрено серьезное наказание.